Коллеги, доброе утро. Уже известно, что корабли, которые нашли на набережной Миттерешковой, их извлечения внесут в новую проектно-смертную документацию по набережной. Но какая судьба ждет их после, пока неизвестно. Я думаю, что на самые интересные вопросы нам сегодня ответит сотрудник одного из музеев Епатории, Сергей Савинов. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что вы участвовали в исследовании этих кораблей, когда их только-только нашли. Я участвовал в экспедиции 2018 года. Мы открывали данные суда. Всего три объекта было исследовано, где я принимал участие. Занимался фотофиксацией, видеофиксацией, ну и помогал открывать, снимать грунт с этих кораблей. Вы были волонтером? Да. А расскажите, что за судна нашли, какой эпохе они принадлежат? Там, предположительно, три судна на территории набережной Терешковой. Одно из них частично закрыто бетонными основаниями, вот этими ступенями огромными. Может быть, наполовину, может, чуть больше оно перекрыто. Это было малое торговое судно. Но идентифицировать достаточно точно сложно, поскольку малая часть корабля осталась целая, уцелела. Рядом с ним находится корабль в более серьезном состоянии, более крупная, там больше 20 метров длиной. И, предположительно, это торговое судно компании «Рапид». То есть, это, скорее всего, русское судно, о чем говорят и предметы, найденные на нем. И какой это век приблизительно? Это или конец 19 века, или самое начало 20 века. И третье судно, оно лежит напротив Ильинского храма. Вот это, предположительно, турецкий корабль времен Крымской войны, то есть середины 19 века. Расскажите, составляют ли они какую-то историческую ценность? Можно ли при помощи этой находки, может быть, возобновить какие-то моменты в истории, которые пока что утеряны? Ну, конечно. Поскольку набережная строилась, необходимо было исследовать дно, провести определенные работы по подготовке и отсыпке будущей набережной. То есть, изучили, на мой взгляд, недостаточно эти корабли. Они должны быть изучены более комплексно. То есть, не только они, но и часть грунта вокруг них. То есть, более серьезно. Эти корабли, конечно, представляют культурную и историческую ценность. Они принадлежат, скажем так, нашему городу, нашей истории, часть нашей истории. Поэтому их, несомненно, надо сохранить. Они сегодня находятся в состоянии закрытом. То есть, они опять закрыты грунтом, законсервированы для того, чтобы мы их не потеряли. А расскажите, почему их не извлекли сразу со дна? Ну, там был заказ. Проводили исследование, изучение корабля сотрудники Черноморского центра подводных исследований. Это Феодосия. Они были ограничены, во-первых, по срокам, во-вторых, по финансированию. И, в-третьих, не ставилась изначально такая задача, поскольку это было исследование. А подъем судов требует гораздо большего финансовых затрат. Это не просто взять остов этого корабля и переместить, как краном. Это не просто несколько судов, нанять и один плавучий кран. То есть, надо сварить конструкцию, собрать конструкцию, под корабль завести ее, использовать понтоны. И подготовить, самое главное, площадку там, куда они будут установлены для будущего. Ну, как культурный объект, допустим. А занимаются этим какие-то крымские компании? Излечением судов были ли такие? Подъемом судов занимаются и в Севастополе, и в Феодосии занимаются. Вот Феодосийский центр, который я назвал. Они подымали и корабли, и помните, в Керчевском проливе подымали самолет. Я думаю, самый волнующий вопрос для евпаторийцев, это что будет с этими кораблями, куда их переместят, и останутся ли они в Евпатории? Я надеюсь, что должны остаться здесь, потому что кто-то хотел убрать их подачу от Евпатории, потому что некоторым кажется, что это займет много времени. То есть набережную строят определенное количество лет, и подъем судов займет, опять же, время, перенос их, подготовка площадки. Это же не просто для дайверов. Это может быть площадка, куда будут подходить корабли с прозрачным дном. Это может приносить хороший доход Евпатории. А самое главное, еще один бренд, еще одну визитную карточку, благодаря которой тысячи людей поедут на отдых именно в Евпаторию. Спасибо вам большое, Сергей, за увлекательные беседы. Я надеюсь, что в Евпатории совсем скоро появится полноценный подводный исторический музей. А на этом у нас все. Коллеги, вам слово.